Привет, друзья! Подписывайтесь на Телеграм, становитесь спонсором на Ютубе. Кнопка и ссылка под видео. В Молдове на КПП Леушены на границе с Румынией таможенники обнаружили в микроавтобусе, который ехал из России в Молдову, экипировку и флаги с символами Z и V, запрещенными в Молдове. Об этом 3 сентября сообщила таможенная служба страны, сообщает Ньюсмейкер. За рулем авто был гражданин Молдовы. В ходе проверки микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter таможенники обнаружили предметы одежды с запрещенной символикой. В частности, речь идет о партии, камуфлированных костюмов и кепах, а также флагах, на которых нарисованы символ Z, V, танки с этими буквами, а также внизу надпись «Сила в правде». Таможенники изъяли партию товара и выясняют все обстоятельства инцидента. Парламент Молдовы в апреле запретил использование символов военной агрессии РФ, в частности георгиевской ленты, и символов Z и V. Напомним, в четверг глава МИД РФ Лавров заявил, что любые действия, которые можно считать угрозой безопасности Росмиротворцев и армии в Приднестровье, российские власти будут рассматривать как нападение на РФ. Как сообщает ньюсмейкер, об этом он сказал во время выступления на мероприятии в Московском госинституте международных отношений 1 сентября. «Там находятся наши миротворцы, там наша группа военных, охраняющих крупнейшие в Европе склады боеприпасов в Колбасной, и все должны понимать, что любые действия, которые будут создавать угрозу для наших военных, будут рассматриваться согласно международным правам, как нападение на РФ, как это было в Южной Осетии, когда на наших миротворцев напали, Саакашвили», – заявил Лавров. Он также заявил, что в Молдове насаждают русофобию. «К сожалению, мы видим, как руководство Молдовы подается заигрыванию со стороны Запада. Провокационный характер насаждения там русофобии очевиден, как и в Украине», – сказал глава МИД РФ. Днем ранее Лавров заявил о готовности России делать все для того, чтобы гарантировать защиту прав русскоязычных в Молдове и посоветовал стране не играть в навязанные Западом геополитические игры. Лидер непризнанного Приднестровья Красносельский параллельно выразил опасения, что если боевые действия распространяться за пределы Украины на Приднестровье, Молдова может стать местом столкновения России и НАТО, и заявила необходимость реанимации переговоров в переговорном формате 5 плюс 2, чтобы предотвратить этот сценарий. Президент Санду на днях призвала граждан не поддаваться на нарративы, звучащие из Приднестровья и РФ, и подчеркнула, что стремление Молдовы укрепить армию никак не означает отказ от нейтралитета или ее агрессивных намерений. Также в конце весны-начале лета в Приднестровье произошла серия терактов без жертв, в том числе против миротворцев РФ. В Тирасполе заявили, что дрон, якобы сбросивший гранаты на территории объекта российского контингента, скорее всего, прилетел с территории Украины. Добавим, что генерал в отставке, бывший командующий. Войсками США в Европе Ходжес прокомментировал заявление главы МИД Лаврова о русофобии в Молдове и возможных угрозах безопасности российских военных в Приднестровье. Свою позицию он высказал в Твиттер. «Возможно, пора Украине и Молдове решить Приднестровский вопрос. Кремль действительно не может остановить это на этой стадии», считает Годжес. «Действительно ли жители Приднестровья хотят быть прикованными к трупу, каким сегодня является РФ? Есть ли надежда на светлое будущее», добавил он. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк. Субтитры создавал DimaTorzok